Всем огромный привет! Меня зовут Яна, и я рада видеть вас на своем канале. Хочу вас поздравить с началом зимы, с началом классного, предпраздничного, предновогоднего времени. Мы будем вместе с вами на моем канале готовиться к этим праздникам, к этому времени, заряжать себя позитивным настроением и формировать сами себе это классное настроение. Поэтому сегодня мы с вами начинаем как раз-таки вкатываться в этот период, и сегодня будем с вами болтать именно о косметике. Да, мой канал больше все-таки про косметику, поэтому буду сначала говорить про косметику, и именно белорусскую косметику, которой я буду пользоваться, возможно, и вы будете пользоваться этой зимой. Здесь будут как уходовые продукты, которые я достаю всегда на зимний период. Это связано с зимой, это связано с холодом, это связано с тем, что моя кожа где-то пересыхает. Поэтому я вам покажу, чем я буду пользоваться. Также я достала некоторые продукты, которые я всегда достаю в зимний период, чтобы формировать себе такое праздничное настроение, как-то саму себе бодрить и говорить, вот праздничный период, вот начинаются праздники, я на вот это настроение, делаю его сама себе. Поэтому, да, и еще также я поговорю про декоративку, какую-то такую ежедневную, которой я пользуюсь ежедневно, делаю какие-то свои макияжи. Так, про декоративную косметику, которую буду пользоваться для новогодних макияжей, для макияжа каких-то там на праздники. В этом давайте обсудим нашу любимую белорусскую косметику. Вы присаживайтесь поудобнее, делайте себе прекрасный зимний какой-нибудь напиток, и давайте будем болтать о косметике. Прежде чем мы начнем, хочу вам напомнить, что мне было бы приятно, если вы подписались на мой канал, поставили лайк этому видео. Особенно хочу вам сказать, что это видео я записываю второй раз, потому что первое видео я собрала фавориты как белорусской косметики, так и бюджетной, более дорогой, масс-маркета. Я уже соединила все в одно, но под видео про фавориты осени вы мне написали, что очень долго, и поэтому я переснимаю это видео, будет два отдельных видео. Я очень рассчитываю на вашу поддержку, на ваш лайк, на ваши добрые слова в комментариях, и пишите, пожалуйста, в комментариях, чем вы себе будете формировать праздничное настроение, что вы доставите всегда в косметичку, чем вы пользуетесь всегда зимой, что вам помогает пережить этот сложный период для нашей кожи. В общем, жду вас в комментариях, давайте там также поболтаем, пообщаемся. Так, я вам напомнила, что мне было бы приятно, если вы подписались на мой канал. Если вы это сделали, огромное спасибо. Не забывайте, что внизу в инфобоксе есть ссылка на мой инстаграм. Приходите в гости также в инстаграм, буду рада вас видеть там. И все, давайте будем начинать. Я думаю, что справедливо начать с ухода, и начну с того, что я принесла из ванны. Недавно в моем видео про новинки Берит и Литекс я вам показывала, что у них уже вышли вот эти вот их всегда новогодние лимитки. И я уже эти баночки отнесла в банну, вот этой мы еще ни разу не пользовались, пока она как-то никого из моих членов в семье особо не привлекает. Но вот этот чизкейк и нутелла, все говорят, это что-то невероятное. Вообще есть такие вкусные вот ароматы чизкейка, нутеллы, какие-то шоколадные, какие-то такие вот ароматы какой-то выпечки, которые приятно, в принципе, нормально. Даже я, как человек, который этого в принципе не любит, не переносит, мне бывает, что да, очень неплохо. Есть польский бренд Джайя, продается у нас в многих магазинах. У них есть тоже прикольные линейки с нормальными вкусными ароматами. Вы можете к ним присмотреться, если у вас нигде нет пока доступа вот этих вот новинок от Бериты. Давайте потом сейчас показывать и немножко про них болтать. Я уже, конечно, многое сказала про эти продукты в видео про новинки Берита и Витекс. Давайте кое-что еще добавлю. Действительно, вот этот гель, он крем-гель, мы уже начнем пользоваться, и все говорят, что он жидковатый. И это не та текстура, которую я сильно люблю. Но я люблю линейки Бериты, которые она выпускает всегда к Новому году. Я хочу еще поискать какие-то новогодние скрабы, у них обычно есть. Поэтому собираюсь в ближайшие дни забежать снова в Бериту. И вам уже в декабре какое-нибудь небольшое видео сниму про Бериту Витекс, потому что мы часто говорим про эти бренды. Поэтому я думаю, справедливо будет и в декабре про них поговорить. И если какие-то будут там скрабы новогодние, такие с новогодними ароматами, я куплю. В прошлом году я покупала тоже линейки, она мне в принципе понравилась. У меня была коричневая упаковка, она была неплохая. Но она тоже была такая вот жидкая. Мне кажется, что примерно консистенция, формула этих средств одинакова, что в прошлом году, что в этом году. И вообще в Бериту, которую забегаю я за покупками, там даже есть еще прошлогодняя линейка. Я, правда, не смотрела дату изготовления. Возможно, это они изготавливали в этом году, уже в 21-м, но просто оставили линейку предыдущего года. Не знаю. Поэтому если вы любите что-то такое не совсем такое плотное в качестве геля, для него чисто гель, как вот никакого не крема, никакого лосьона, вот именно гель, то это немножко не для вас. Ну, а если вообще вам все равно текстура, вам главный аромат, то да, это помогает создать такое прикольное настроение, которое потихоньку-потихоньку нас приближает уже к праздникам. Вот эту штуку тоже вам рассказывала про видео про Белитой Витекс. Не буду здесь сильно долго на нем останавливаться. Посмотрите, пожалуйста, видео про Белитой Витекс. Там я много говорила, что это не самый идеальный вариант аромата вот такого предновогоднего. Я хочу забежать еще кое-нибудь ифрашель, что-нибудь такое. Если вы где-то видели еще какие-то прикольные ароматы, которые вам самим нравятся к Новому году, напишите мне. Потому что вот это, я говорила, это для меня тушка леденцов мандариновых, но никак не мандаринов. И еще здесь есть блесточки, поэтому, говорю, у нас еще в семье никто, и разу им так и не пользовался. Но, наверное, буду я первым тестировщиком в нашей семье. Обычно у нас заканчивается гель. У нас, в принципе, гель быстро заканчивается, поэтому, я думаю, что, конечно же, мы его используем. И плюс в нем в том, что он все-таки погуще, чем вот тот. Тот прям такой прям совсем как лосьон больше гель. Для волос. С волосами пока у меня ничего нового не происходит. Я принесла вам почти пустую банку из ванны. Покажу вам это еще и в пустых баночках, более там конкретно остановлюсь. Понравился мне этот бюджетный белорусский шампунь Белита. Гладкий и ухоженный. Я куплю еще и маску, по-моему, там у них есть. У меня где-то есть в запасах еще спрей для волос. Я попробую спрей. Пробую всю линейку, потому что, когда вот я им мыла голову, я реально видела вот такой блеск. Я не знаю, насколько это именно дает только этот шампунь. Может быть, различные пшикалки и все то, что я наношу на свои волосы, это все в комбинации работает. Но мне этот шампунь понравился. Поэтому, если вы ищете что-то такое бюджетное, классное, кстати, баночка очень красивая, очень хрустая и ванная, она такая матовая, приятная. Я даже была очень рада, что вот случайно как-то у меня закончилось все из новинок, то, что я хотела попробовать. Думаю, достану его. Достала и мне понравился. Поэтому, возможно, будут периодически выходить видео про ту косметику белорусскую, которую я покупаю снова. И снова, возможно, покажу в каких-то покупках, что купила снова такой шампунь. Но мне он реально очень даже понравился. Что я еще принесла из ванны? Из ванны принесла два средства для умывания. Одно он показывала уже не раз. Вообще, в последнее время осенью показывала уже много, многих видео. Давайте еще расскажу пару слов про него. Мягкая пенка для умывания от Белиты. Ой, простите, от Витекс. Это хроника Аха Клиник. У меня там тоже уже не очень много. Очень люблю в качестве утреннего умывания, для того, чтобы убрать какие-то остатки ухода, которые за ночь не впитались, либо какой-то себом, который выделился. Не хватает мне, чтобы смывать что-то такое более тяжелое, какие-то масла, которыми я снимала макияж. Вечером очень редко и пользуюсь. Да и два раза я бы вам никогда не давала пользоваться тургейскислотой. И она может подсушивать. Особенно, если у вас сухая кожа, то все-таки не советую. Но, в принципе, очень прикольная штука. Такая пенка, которая приятна умываться. Это не корейские пенки для умывания. Это что-то такое действительно хорошая тургейская пенка. Мне очень приятно. И вам могу порекомендовать. Достала. Уже у меня много умывалок закончилось. И эта у меня была в использовании. Просто ее нужно доиспользовать. Это мастиш и это хроника Jellyfish Collagen. Это крем-пенка для умывания. Здесь совершенно другая ситуация. Здесь больше крем. Мягенький такой беленький крем, который приятно умываться. Если вы любите именно такие пенки, то я вам показываю. Тут именно крем. То есть не пенка. Такой плотненький, беленький крем. Если вы любите такие текстуры, присмотритесь. Он стоит недорого. Вообще, эта линейка Jellyfish Collagen очень приятно. У Мастиш. Я еще не пробовала крем из этой линейки. Но все то, что я пробовала, мне нравилось. Я хочу попробовать еще крем. Если вы пробовали, напишите, как вам крем из этой линейки. Приятная линейка, которая делает свою работу. И ничего от него я негативного не видела. За небольшую стоимость, приятная упаковка, красиво выглядит. Вообще, у меня мама, она как бы не особо ориентируется в брендах. Она говорит, ну вот мне нужно это, это, Паша, пойдем вместе купим. И я когда ей показала вот эти средства от Мастиш, вот из этой линейки Jellyfish Collagen, и показывала я еще ей Лифтелан. Она говорит, если бы я не знала, если бы ты мне не сказала, что это белорусская косметика, по упаковке я бы даже никогда не сказала, что это белорусская косметика. И я согласна. Очень приятно, очень красиво поставить себе в ванной, свою работу наделает, не пересушивает, мягкая, приятная пенка, не пенка, крем для умывания, реально крем. Но опять же, подумайте хорошо, любите ли вы кремы для умывания. Действительно, как будто умываетесь кремом. Макияж я смываю и буду смывать со своей находкой от Белитых, Линейка Лакшери. Такая вот мицеллярная вода с экстрактом водной лиги. Приятная, классная мицеллярная вода. У нее классная упаковочка, не слишком большая, такая, знаете, не путля, которую нужно там перевернуть. Очень приятно, красиво выглядит у меня вот здесь стоит. И она смывает и даже хорошие такие стойкие макияжи и ничего она мне не сушит. Может быть, какую-то липкость оставляется на лице. Если вы из тех людей, кто сняли макияж и не сразу бежите в ванну, чтобы умыться, то, возможно, подумайте. Она мне такую липковатость небольшую оставляет. Но если вы срадите умываться, вам все равно, я думаю, как, в принципе, и мне. Поэтому мне нравится, мне приятно, классная мицеллярная вода от Белиты стоит копейки. Можете найти ее во всех магазинах Белиты. Да, кстати, вот некоторые с ней классные у Белиты, у Витекс, которые продаются только в их фирменных магазинах. Поэтому заглядывайте туда, если где-то их видите. Тонизирование. Уже даже не раз вам показывал этот классный тоник, мезотоник от Белиты. Очень люблю его. У меня там уже остатки. Буду его допользовать этой зимой. Думаю, что он еще, может быть, на декабрь мне хватит. А если нет, то я сейчас добавила в себе уход Витекс. Их линейку сейчас добиться в эту бутылочку. Редко я ей пользуюсь. Но меня она впечатлила. Знаете, это два такие тоника, которые вот прям... Я не знаю, мне кажется, они будут фаворитами этого года, потому что я еще подумаю, я буду так очень строго относиться к фаворитам года. У меня будет несколько роликов про фавориты, чтобы они не были длинными и чтобы вы четко по запросу могли быстренько найти, что вам нужно. Так вот, это как будто гиалуроновая сыворотка. Действительно, такая консистенция у нее как вот гелево-сыворотка, точнее, это как сыворотка, я не знаю. Я буквально беру вот пару капелек, наношу на руки аппликативными движениями, и мне так нравится этот эффект. Я не знаю, почему про нее... Я вообще не слышала, что про нее, когда кто-то говорил, приятная вещь, очень классная, стоит какие-то сумасшедшие копейки. Мне очень понравилось, поэтому вот эти два тоника, это будет мой уход на зиму. Вообще Белита, Витек сделает классные тоники, почему-то про это очень мало кто говорит. Дальше, лосьон. Очень спорный, конечно, продукт, потому что многие говорят, что как вообще его наносить, очень жиденький. У меня там, на самом деле, его не очень много, но я показывала, что летом покупала вторую упаковку его, да, у меня есть вторая упаковка этого лосьона. Это отшелушивающий лосьон из линейки Витекса Аха Клиник. У меня вообще-то линейка большущий мой фаворит. Многим вам советовала, здесь гликолевая кислота на втором месте. И вот если вы не привыкли к кислотам, то вы будете чувствовать на своей коже, как эта гликолевая кислота работает. Она немножко так будто пощипывает. Видно, что она немножко может такую красноту вызывать, но работа от нее есть. Вообще, за небольшую сумму могу вам порекомендовать прикупить многие средства из этой линейки, и я не могу вспомнить ничего, чтобы мне не нравилось. У меня еще сейчас будет продукт из этой же линейки, и вот действительно стала осень, стала зима, я эту линейку достала и пользуюсь. Как я пользуюсь этим лосьоном? Во-первых, это мой ночной уход. Не наношу я его в качестве дневного ухода, потому что иногда бывает солнце, а это все-таки кислоты, это гликолевая кислота, которая здесь на втором месте. И действительно, не стоит наносить такие вещи на день. Я бы вам не рекомендовала, но если вы любите больше увлажнения, просто надите лосьон увлажняющий, либо вот можете пользоваться этой вот штукой даже в качестве лосьончика такого. Мне очень даже нравится такой вариант. Так вот, я наношу эту штучку в качестве лосьона на ночь. Я после сыворотки наношу его, он как будто какой-то такой очень жидкий, очень жидкий крем, что-то такое. Даю ему время впитаться и закрываю кремом. Крем, как-то я в последнее время вообще к крему стала относиться так. Вот закрыла то, что было очень активное под кремом, и хорошо. Поэтому обращаю всегда внимание на то, что я наношу в качестве лосьона, в качестве тоника, в качестве сыворотки. Кремы как-то я стала к ним, ну, не такой требовательной. Классная вещь. Если вам нужно еще один такой уход в качестве лосьона, присмотрите, стоит просто сущие копейки. Наверное, вам даже не показывала поближе, но я думаю, что эту линейку Ахак Линник многие знают. Она много где продается. Ее особо не составляет туда, чтобы найти в многих магазинах, супермаркетах. Можете найти в мире, можете найти в острове чистоты. В общем, много где она есть. Присмотрите здесь просто на полочках она такая белая-зеленая. Что еще? Давайте немножко пройдемся по сывороткам. У меня скоро будет видео, я для вас подготовила находки косметики. То есть я решила, что буду покупать раз в месяц какой-то набор косметики, который мне интересует, тестировать и лучше из него показывать. А худшее оставляю и в конце года покажу вам худшую косметику. И я нашла там хорошую белорусскую линейку по уходу за лицом. Сейчас я покажу вам только оттуда сыворотки, потому что это вообще компонент, который меня в последнее время покорил. Это пептиды. Я вам рассказывала, что я боролась в последнее время все намного лучше, поэтому боролась в прошедшем времени с очень сильными высыпаниями на шее. И сейчас, например, сегодня я даже на шее не наносила никакого плотно-перекрывающего консилера. Я справилась с этими высыпаниями и я вам рассказывала, какие средства я использовала. И когда я все это подсушила, подзалечила, я бы так сказала, я столкнулась с таким вопросом, что мне нужно восстановить мою кожу. Классно восстанавливают пептиды. Да, это не вещь, которую вы нанесли на ночь, утром проснулись и у вас новое лицо. Нет, но за несколько дней, за некоторый период времени вы будете видеть от них результат. Пептидные сыворотки я наношу теперь и днем, и вечером, и вообще пептиды, нахожу их в каких-то средствах, скупаю, тестирую и буду вам рассказывать. Классный компонент, на самом деле, если вы еще с ними не знакомы, есть классные сыворотки с пептидами. Так вот, у бренда Мастиш есть линейка антиэйдж. Эта линейка подороже, откровенно говоря, и там в этой линейке есть средства с пептидами. Меня очень заинтересовала сыворотка. Я более подробно расскажу вам про эту вещь в находках косметики, и я, наверное, сбилась с мысли и хотела вам вот что рассказать. Я просто покупаю разумеясь какой-то набор косметик, который меня интересует, и потом тестирую, и вот купила просто вот почти все линейка с пептидами у Мастиш. И мне понравилось все то, что я попробовала. Классный белорусский действенный уход. Классно увлажняет, классно помогает вашей коже восстанавливаться. Да, я говорю, вы не заметите большого такого сразу же утром проснулись, вы прям новое лицо. Нет. Но результат в течение времени вы заметите. Так вот, классная сыворотка в стекле, классная пипетка, все хорошо, 30 мл. Очень мне понравилось. У Мастиш есть свои отдельные сыворотки, но, откровенно говоря, если сравнивать с линейкой сывороток вот с этой сывороткой пептидной, то лучше купить вот эту пептидную сыворотку. И тоже показывала уже в своем уходе вот такая вот сыворотка-бустер от Маркел. Это 40+. Но я не обращаю внимания на 40+, 50+. Если мне интересен состав, если мне нравятся компоненты, окей. Неинтересно, не мое, не покупаю. Здесь тоже такая вот стеклянная баночка. Показываем все опять же в картоне, потому что вы на полочках все это бить именно вот в таких картонных упаковках, не в баночках, как вы понимаете. В середине вот такая вот стеклянная баночка, как все сыворотки, как все пилинги продаются в Маркел. То есть ничего особенного, не перепутайте. Самое главное на полочке, вот когда будете себе купить и поставить у себя на полке, не перепутайте, потому что банки одинаковые. Мне тоже понравилось, тоже с пептидами, хороший этот пептидный комплекс, который там прямо в самом начале стоит, в самом начале стоит среди компонентов. Я просто обалдела, насколько три пептиды именно находятся, насколько классные можно делать составы за относительно небольшую стоимость. И когда все говорили ранее, что пептиды это очень дорого, что вы не найдете пептиды, которые будут стоить три копейки. Обратите внимание, Маркел и Мастиш мои пока находки. Если я у кого-то еще найду очень классные продукты из белорусских брендов, либо из каких-то масс-маркетовских брендов, которые будут также классно работать, я вам об этом обязательно расскажу. Так, надо ускоряться, да? Кремы. Я буду пользоваться все тем, что у меня есть, что-то у меня из масс-маркета, что-то из корейской косметики, что хочу вам показать, что добавляю. В прошлом году пользуюсь вот этим вот защитным кремом Cold Cream от Vitex. Я купила себе сейчас от другого бренда, но этот будет также добивать. К нему у меня есть вопрос. Я попытаюсь его допользовать этой зимой, в баночке выглядит он вот так, стоит бюджетно, он на маслах, вот такой жирненький крем, и у меня иногда зимой от него слишком жирнилась кожа. Это был минус. Но он защищал, правда, я за прошлую зиму ни разу не стреляла никакими шелушениями, никакими потом дикими покраснениями кожи, никакими-то там непонятными местами, которые мне там образовывались от холода. То есть все в порядке было с моей кожей, когда выходила на улицу, особенно без косметики, а вот просто на улицу, чтобы, не знаю, пройтись, всегда наносила его. Рекомендуется носить за 30 минут. Почему за 30 минут? Потому что он жирный, ему нужно дать впитаться, чтобы он не был такой, знаете, жирным чем-то, что у вас не застыло водянистым, а вышли на дикий мороз. Поэтому за минут 30 наносите и выходите. Здесь, правда, небольшой SPF, SPF 8, когда у нас было сильное солнце зимой, я добавляла еще дополнительно к нему SPF, но они прям сильно жирнили мое лицо, поэтому под макияж я его не наносила. Также я решила подыскать какой-нибудь питательный ночной уход и у меня также есть с прошлого года, мне нужно допользовать это бренд BioWalt и у них такой вот есть ботальный крем. К сожалению, эту упаковку я выбросила, потому что она мне просто разорвалась, но она такая зелененькая, очень похожа на саму упаковку крема. Плотный, питающий крем. Он не такой бюджетный, это не стоимость, например, Vitex, он подороже немножко, но мне нравится, когда вот такие вот помпы, когда мне не нужно там пальцами лезть, все остается в хорошем состоянии, крем как бы хорошо сохраняется. Присмотритесь, если вы ищете что-то такое плотное, питающее, если вы любите такие кремы на ночь, то обязательно к нему присмотритесь. Маски. Сейчас я, поскольку уже почти закончила свою борьбу с высыпанием, могу обратно возвращаться к пилингам, но пилинги будет немножко попозже и отдельно у меня было видео про белорусские пилинги, не буду на них останавливаться, скажу лишь про маски, которые сейчас уже пользуюсь. Буквально вот на днях разрешила себе снова пользоваться этой вот маской от линейки Ахак и Лениквитекс, маска пилинг с прутовыми кислотами. Классная маска, классный состав, приятная такая кремовая маска, которую наношу по рекомендациям 10-15 минут. Я, поскольку вот только после высыпания, когда у вас какие-то есть раздражения, вы их залечили, но вот вы еще боитесь, чтобы не сделать такой шаг назад в этом плане, наносите на меньшее количество времени, на 8 минут, и потом просто добавляйте. Классная маска, она у меня еще с прошлого года есть, буду ее добивать в этом году. Классная линейка, обожаю, я уже не знаю, что вам сказать. Классный, хороший, бюджетный кислотный уход. Также купила в этом году, еще, правда, ее не доставала, не пользовалась ей. Это маска с фруктовыми кислотами, из линейки Satin Skin, это линейка Бериты. Классная линейка, неплохие составы, она идет с кислотами, и она на глиняной основе, поэтому, если вы любите глиняная основа плюс кислоты, присмотритесь также к ней, в принципе, линейка Satin Skin неплохая, там есть очень классные продукты, которые, в принципе, заслуживают вашего внимания, они, особенно там сыворотки, там есть хорошие тоники, там есть хорошее масло гидрофильное для умывания, там небольшие, конечно, объемы, но цена, как обычно, у Белиты, поэтому они немножко, мне кажется, улучшили состав компонентов, но немножко сократили объем, но ладно, как бы работает и работает, поэтому я не против. И маска, которую тоже пользуюсь в последнее время, это маска распаривающая, согревающая, такая отшелушивающая маска от, кто же у нас, это Белиты, хлинейка Спасолон, многие продукты мне тут нравятся, я уже вам говорила, что сначала мне эта маска не понравилась, она на любителя, но я сейчас ее люблю, когда, например, я боюсь пользоваться кислотами, когда есть какие-то вопросы у меня к своей коже, она помогает делать отшелушивание, но не кислотное, не такое явное, не такое заметное, не такое провоцирующее, поэтому тоже вам могу спокойно порекомендовать к ней присмотреться, выглядит она вот так вот, как все средства от Белиты из линейки Спасолон, стоит не бюджет, стоит очень бюджетно, наоборот, и если вы ищите, если вы любите распаривающие маски, то вот можете к ней присмотреться, обязательно после таких масок нанесите что-нибудь восстанавливающее, что-нибудь такое легенькое, увлажняющее, чтобы помочь вашей коже потом восстановиться после такого отшелушивания. Ну что, кратко об уходе все, но я хочу вам напомнить, что обязательно проверяйте мое видео про мой уход, который я снимала, уход, который работает, много из того видео у меня все еще остается, я буду пользоваться им, что-то, что меня больше всего интересует, что я вам хотела обратить ваше внимание именно вот сейчас, на зиму, я вам показала здесь, покажу еще также в бюджетной части про бюджетную косметику, не белорусскую, также еще кое-что из ухода, то, что меня заинтересовало. И также, если вы хотите мне что-то порекомендовать на этот зимний сезон, жду вас в комментариях, а мы переходим к декоративке. Начнем с чего? Тональные основы. Поскольку сейчас зимний период, и поскольку я пользовалась различными средствами, чтобы залечить свое высыпание, кожа мне стала подсыхать, и она мне не так быстро жениться, я себе могу позволить что-то более такое сатиновое, атласное на коже, то есть не матирующей тональной основы, ну, конечно, если я не снимаю видео. Поэтому я вернулась к Релуи Парадиса. Летом иногда он мне давал жирный блеск, поэтому летом я мало им пользовалась, осенью пару раз доставала, но осенью иногда мне его не хватало, когда у меня были какие-то дикие высыпания, мне его не хватало. И он в пипетке, не всем нравится формат пипетки, поэтому подумайте хорошенько, нужен ли он вам, но если вы за такое не маску на лице, за такое классное перекрытие, пластичное перекрытие, которое, знаете, не будет смотреться отдельно на вашем лице, реально присмотритесь к Релуи Линейке Парадиса, приятная, мягкая основа, которую приятно носить на лицо, и приятно с ней ходить целый день. Ну а поскольку мы будем делать какие-то новогодние макияжи, я могу себе даже позволить какие-то glow тональные основы, то вот этот вот Skin Evolution, который мне не понравился, потому что он вышел весной, и весной моя кожа очень сильно жирнется, зимой это совершенно что-то другое, летом я страдаю просто, вот что мне нужна какая-нибудь очень матирующая тональная основа, а сейчас я ее достала, моя кожа нормально ее принимает, она не так слишком светлась на моем лице, она выглядит естественным таким финишем, подсвеченным, но не с жирным блином, поэтому да, я думаю, что даже какой-нибудь новогодний макияж, как один из вариантов новогоднего макияжа, мы с вами сделаем именно вот на этой белорусской тональной основе, она бюджетная, можно найти ее теперь везде, у меня оттенок какой-то очень светлый, у меня оттенок 25, начал называть носично светлый, такой немножко даже сероватый баттона, цвета хорошие именно в этой линейке, поэтому можно посмотреть себе вариант, если у вас в принципе сухая кожа, обезборженная кожа, возрастная кожа, он намного будет лучше смотреться, чем если у вас жирнится зона Т, как у меня. Пудры, с пудрами тут никаких революций не произошло, я в последнее время показывала, что очень достала тут пудру от Reluie HD, очень она мне нравится, и я, знаете, да, полюбила ее, особенно мне нравится, когда мне нужно, чтобы тональное средство держалось очень долго по времени, она хорошо крепит тональное средство, она его держит, оно не плывет никуда, все в порядке с ним, и то есть нет такого ощущения, что вы пришли вечером домой, и такое ощущение, что вы тональное средство не носили, нет, она помогает именно в тойкости макияжа. Единственное, она выбеливает, поскольку она HD, она выбеливает, если вам этот эффект не нужен, тогда подумайте хорошо, потому что она в одном тоне, естественно, она белая, да, это HD пудра, она написана, что она прозрачная, но она не прозрачная, на самом деле, она немножко такая выбеливающая. Если вы хотите рассыпчатую пудру, но вы можете себе подобрать хороший тон именно с этой пудрой, то тогда присмотритесь к Alta Modere Louis, тоже ни разу не показывала, все ее так и люблю, она и подблюривает, она и держит тональную основу, вообще классная линейка, она достаточно мелкая, так, я прислала ее не в закрытом, а не в закрытом, она мелкая, но она с цветом, поэтому выбирайте именно свой тон, у меня желтоватый тон, на самом деле, мне нужно купить что-нибудь потемнее, посветлее, наоборот, потому что у меня 0,2, он реально такой желтоватенький. Ну и моя любимица всех времен, всех народов, это минеральная пудра от Belor Design, у меня 403 тон, но я себе купила посветлее и покажу вам уже видео про повторные покупки белорусской косметики. Консилеры. Для себя в последнее время я с удивлением закончила почти уже консилер от Reluie, комплименте, очень мягкий, очень тоненький консилер, у меня 0,2 тон, кто купит себе 0,1, он вообще почти прозрачный, вот этот он более такой плотненький, по пигменту потемнее, поэтому он не такой-то прям не совсем белый, у меня вот почти пустая упаковка, покажу вам уже в пустых баночках и больше про него расскажу, но чем он меня покорил? Тем, что он подсвечивающий, он натуральный и он никуда не западает, но он держится, если вы его хорошо заприпудрите, и еще он очень естественный, он мягенький, он не выглядит за маской, когда у меня нет никаких проблем на коже под глазами, спокойно им пользовалась, хороший уход, например, вот эта штучка, классно, я себя чувствую комфортно целый день. А если мне нужно было что-то более конкретно перекрыть, и сейчас я достала основу консилеру от L'Elo, мой любимейший консилер Height Imperfectious, у меня 53 оттенок, да, я уже наизусть знаю, это Beige, и он класс в том, что вот он все-таки по цвету, из-за того, что он потемнее, он дает больше перекрытия, как и у R'Eloï, чем светлее вы купите оттенок, тем сам этот консилер будет казаться менее перекрывающим. Классный консилер, рада, что его достала, буду делать с ним тоже новогодние макияжи. И еще из таких жидких текстур хочу вам показать, что я для себя тоже неожиданно начала пользоваться именно жидкими хайлайтерами, и буду делать макияж новогодний с жидким хайлайтером, потому что он не подчеркивает текстуру кожи, он выглядит естественно, он классно подсвечивает, вообще классная вещь, такая вот в кисточке, вот видите, какая она в кисточке, это продукт мне появился, когда я готова с видео про L'Elo, и вот с того времени как-то вот он на мне задержался, и я думаю, что зимой приятный наносит, кисточкой самой навесли из хайлайтера, пальчиками немножко притоптали, вау, супер, бомба, класс, поэтому обращайте ваше внимание, у меня оттенок 12, лунное сияние, у меня он действительно такой, как будто, видите, он серебристый, такой же мчужный, но приятный оттенок, он не подчеркивает текстуру, он не выглядит как-то странно на вашей коже, он не выглядит каким-то мелом, который вы себе намазали, классно подсвечивает, и если у вас возрастная кожа, или если у вас кожа с текстурой, а вам хочется хайлайтера, присмотритесь к этой вещи. Сухие текстуры для лица, здесь у меня, наверное, тоже будет более-менее все очевидно, но давайте все-таки по ним пройдемся. Скульптор, который не выпускаю из руки, буду пользоваться им далее, потому что он хорошо пигментированный, это перитый финиколап колор, хороший, классный, что это, скульптор, холодный, у меня оттенок 02, dark shade, он холодный, он темный, он хорошенько выглядит на лице, он хорошо тушуется, он не выглядит чем-то таким инородным на вашем лице, если у вас холодный потон кожи, это ваша вещь, если у вас теплый потон кожи, можете пойти и потестировать 01 оттенок, но на мне он выглядит слишком рыжеват, у него прям, вот когда его тушуешь, у него вот эти вот тушевка сама в такую прям в рыжий красный какой-то уходила, на моем лице, опять же, на моей коже, а вот этот очень мне нравится, и он не слишком плотно сбитый скульптор от Белор Дизайн, который их именно вот этих в палетке Sculpting Trio. По консистенции, по вот самой формуле продукта, мне кажется, почти одно и то же. Он наносится любой кисточкой, и более плотный вы нанесёте, и такой помягченный нанесёте. Классная вещь, пигментированная 10 грамм. Вам хватит, не знаю, на полжизни этого скульптора. Хайлайтер. В последнее время я вот начала пользоваться новинкой от Белор Дизайн, их новым оттенком хайлайтером Incredible Hollywood. Я люблю розовый хайлайтер, и про это вам говорила уже не раз на своём канале. И я думаю, что в ближайшее время никуда я его не буду прятать. Он так и будет у меня в моей косметичке, потому что красивый хайлайтер, возможно, он не такой холодный, не такой холодно-розовый, как хайлайтер от Белор Дизайн, который вот в однушке, который я уже миллион раз показывала на канале. Но это тоже неплохо. Что касается на румян, я думаю тоже, что буду пользоваться румянами от Luxe Visage, их Color Heat. У меня персиковые оттенок. Я иногда им пользуюсь как таким матовым оттенком в складку, а на подвижное веко я наношу какие-то белорусские жидкие тени, и как румяна пользуюсь. Вообще классно, такой красивый персиковый цвет. Он освежает, он как будто омолаживает, наверное. Классно смотрелся на моей маме. Он не выглядит таким розовым, каким-то таким неприятно розовым, да, каким-то таким, знаете, когда персики розовые, вот не такие, нет, он очень так свежо выглядит у вас на лице, и, в принципе, мне очень нравилось им всегда делать какие-то макияжи, вот такие более моно-макияжи, и иногда, если я наносила какой-то карандаш, либо матовую помаду, я брала еще кисточку, и вот на самый центр губ я добавляла его, и очень красиво выглядела макияж. Знаете, так собрано выглядело, как будто все в одной гамме, и не в разной гамме персикового цвета, а вот именно вот когда ты одним продуктом это делаешь, выглядит очень даже хорошо. Дальше я думаю, что можем уже перейти к глазам, и, конечно, я думаю, что начнем про брови. Ничего особенного у меня не поменялось, вы мои фавориты уже хорошо знаете, кто смотрит мои видео, если нет, посмотрите мои видео про белорусскую косметику, у меня их полно, я вам много раз говорила, что я люблю для бровей от белорусских производителей, что я в последнее время чаще использую из каких-то таких не самых частых продуктов на моем канале. Карандаш от Белор Дизайн Бровиста. Когда у меня вот свежая, когда вот я только после коррекции бровей, и у меня такие свежие покрашенные, окрашенные брови, и мне иногда хочется что-то там немножко себе подправить, либо сделать более остренький кончик бровей, либо где-то дорисовать в каких-то пробелах. Беру этот карандашик, он плотный, он немножко иногда может проскальзывать, он по консистенции мне больше похож на карандашики по формуле, на карандашики Вьен Собо, потому что карандашик Аферис, который я вам показывала, говорила, что это тоже мои любимцы, они мягкие, они быстрее тушуют, но они иногда не дают такую, какой-то острый стрижок, они иногда могут выглядеть больше как пудра на бровях, нежели как вот такие отдельные волоски, которые вы можете присылать этим карандашом, поэтому да, я начала им пользоваться, и вот как-то у меня задержался в моей косметичке. Закончился у меня недавно гель от Рилуи Про, показывала вам, но у меня закончилась старая упаковка, я достала новую формулу, которая суперфиксация, вот сейчас, когда снег, дождь, вся эта непонятка, и вас иногда может это все портить ваш макияж, и я тогда люблю пользоваться какими-то водостойкими текстурами, соответственно, я достала именно вот этот новый гель от Рилуи у них в новых упаковках, у новой коллекции написано, что это новая формула, ищите, если вы хотите именно эту новую формулу, более стойкую, смотрите именно вот эту новую упаковку с этикеткой. Что это такое? Я не могу сказать, что он водостойкий, но он более стойкий, и я вам уже говорила, что именно мне нравится гель от Рилуи из-за того, что у него темная упаковка, и когда вот гель меняет цвет, вам этого не видно, и вам этого неплохо, поэтому да, и в В последнее время достала, и это мой такой мастхэв в моей косметичке. Глаза. Здесь, конечно, возможно, сейчас будет все очень очевидно, но что люблю, чем пользуюсь, тем буду дальше пользоваться. Не хочу изменять своим любимым продуктам белорусским, честно вам скажу. Поскольку мы будем делать с вами какие-то макияжи новогодние, нам хочется что-то более яркое, что-то более заметное, пигментированное, я достала свою базу от Luxe Visage. Я не помню, говорила ли я вам про эту базу на своем канале, но если нет, присмотритесь, хорошая бюджетная белорусская база. Выглядит она вот так вот, бело-черная упаковка, ну так и называется, база для стойкости, стойкости и интенсивности цвета. Какой-то интенсивности, вот я не замечала, что она как-то на это влияет. Она влияет на стойкость точно, если у вас жирные веки, как у меня, вам эта штука поможет. И еще эта база влияет на какую-то такую текстуру вашего века. Она вам делает какую-то такую небольшую, как будто пленочку, эти вот силиконы, они помогают вам потом тушевать. Если у вас проблемы с тушевкой, если вы плохо тушуете, присмотритесь. Неплохая вещь, мне даже очень понравилась. Стоит бюджетно, там вообще буквально пару белорусских рублей. Мой must-have, который просто... Вот как только эти вещи появились в продаже, с того момента у меня, наверное... Были у меня макияжи без них? Я подсеваю, что даже, наверное, я не делала ни одного макияжа без этих вещей. Нет, делала немножко на другой подложке, но почти все макияжи я делаю на подложке из вот этих матовых тинтов. Я вам уже говорила, что я показываю вам все... Сейчас у меня в руках нет, есть и новый оттенок даже есть. Достала их из косметички. Вот у меня в ежедневной косметичке уже 4 цвета. В зависимости от того, какой я себе делаю макияж, с ними можно делать все. Подложка под тени. Просто сделать себе матовое веко. Сделать светлое матовое веко вот этим вот 101 оттенком. Это оттенок просто вашей кожи. Если у вас жирные веки, вы любите делать стрелки, но они у вас текут, не будут течь. Более плотное по пигментации сделать макияж глаз. Более стойкие. Легко сделать тушевку. Вообще сделать именно тушевку на таком вот продукте намного легче. Послушайте, это такая классная вещь. Я не знаю, мне кажется, сколько они будут в продаже, столько они будут в моей косметичке. Я их обожаю. Многие говорят, что они жидкие. Я приноровилась. Мне это не мешает. Я спокойно их несла. Они быстренько фиксируются. Они быстренько остаются, находят свое место у вас на веке и остаются там, пока вы их не будете смывать. Классная вещь. Я вообще перестала страдать с этой проблемой, когда скатываются тени, когда ты от этого раздражаешься, когда ты от этого злишься, потому что ты хотел классный макияж, у тебя взяла все, через два часа скаталась, потому что у тебя жирные веки. И ты как бы в этом не виноват ни капли. Это вот так вот есть. И, соответственно, ну как бы что-то хочешь, что ты можешь с ним сделать. Но эта штука решает эту проблему. Также мы будем делать с вами новогодние макияжи, праздничные макияжи. Надеюсь, что я успею сделать даже не один макияж. И я планирую делать их при помощи бельсяшек в жидких текстурах от наших белорусских производителей. Я уже говорила на своем канале не раз, что если вы хотите именно жидкие тени, в которых именно много блестки, много блеска, причем блеска различного цвета, это именно Color Drops. Они именно идут больше такие блестящие, в них больше блесток, чем, мне кажется, самой вот этой вот жидкости, да, в которой они плавают. Они прям очень заметные на веках. Когда я с этим прихожу с тенями на работу, у меня всегда девочки спрашивают, что это именно за тени. Потому что я прихожу с различными тенями, они говорят, что вот эти светятся больше всего, они ярче, они заметнее. Поэтому я думаю, что прям совсем какие-то яркие макияжи, такие светящиеся, я буду делать при помощи их. Также я бы сказала, что очень похожи на них это жидкие тени от Vitex и Hwardy to Glow. Они действительно более такие сияющие металлики, нежели просто жидкие тени. Обращайте ваше внимание, мой фаворит, это оттенок 103 Rose Chic. Я покупала и новый оттенок, но как-то Rose Chic у меня есть постоянно. И если я делаю какой-то вечерний макияж, если я хочу яркие сделать глаза, заметные, акцентные, то же всегда я его добавляю либо в уголок глаза, либо, в принципе, на подвижное веко. И два любимых оттенка от Luxe Visage из линейки их Metal Hype. Если я люблю что-то розовое, что вот сейчас у меня на глазах, что у меня почти закончилось, это их оттенок с самого первого запуска. Третий люблю, обожаю, не первая мамбанка, видите, он уже почти пустой. Вот вам показываю в качестве доказательства, насколько я люблю этот оттенок. И можно сделать и дневной макияж на работу, и можно сделать и вечерний макияж, добавить вот этот тинт, и вам вообще будет макияж класс готов, как будто вы ходили куда-то на профессиональный макияж. И из новых оттенков мне понравился 16 оттенок, похожий оттенок у Reluie. Ну, как-то вот жидкие тени Reluie, как-то я, ну, не фанатею я по ним, настолько, насколько я фанатею по вот этим Luxe Visage оттенкам. 16 хороший красивый оттенок для вечерних макияжей, для коричневых макияжей, для каких-то макияжей, которые будут у вас заметны, которые вы легко себе сможете сделать. И еще скажу про палетку. Я буду делать все белорусские, все макияжи с белорусскими продуктами, будет такая задача, вот при помощи этой палетки. Дневные макияжи, да, вечерние макияжи, да, макияжи с блестяшкой, тоже здесь, хорошая оттенковка, тоже здесь, пигментация, все есть, это белор дизайн, именно их нюд, нюд, харвони, а не интеллект. Интеллект розовый, и в ней почти все блестяшки. Если вы найдете себе какую-то хорошую розовую палетку, в которой хорошие матовые, но вам будет не доставать розовых блестяшек, да, можете пользоваться интеллектом тогда, имею в виду палетка интеллект. А если вы хотите такие нюдовые макияжи, коричневые макияжи, эта вот палетка будет решать все ваши запросы, все ваши проблемы. Ну и губ, а, нет, туши, туши. Я буду говорить про одну тушь, которой я пользуюсь, и которую я думаю, что допользую в декабре, это туши. Я не фанат этой туши, я говорила, что я не поняла хайпа, почему так все блогеры, респонденты, сумас, хотели говорить, что это лучшая тушь. Да, она удлиняет. У нас многие белорусские туши удлиняют. Окей. У меня свои длинные ресницы, и вы мне иногда писали, что вот здесь у меня такие длинные ресницы. Да, чаще всего на видео у меня эта вот тушь нанесена на глазах. Но в ежедневной жизни я ее не очень люблю, потому что она удлиняет, окей, но она и склеивает. И поэтому тогда такие ресницы очень тяжелые выглядят, и очень нагруженные как будто выглядят. Я не знаю, как это объяснить, но вот такое у меня ощущение. И взгляд такой более такой тяжелый. На видео, либо на фото это выглядит неплохо, это выглядит хорошо, потому что заметные ресницы. В жизни это too much. В жизни это слишком склеенные ресницы. Но красивый коричневый цвет. Поэтому да, я пользовалась, да, пользую ее, скорее всего, в декабре. Но я понимаю, что я вот эту новинку от Рилуи перепокупать не буду. У меня закончилась черная тушь, и я была ей не особо, не фанатела от нее. Коричневая заканчивается, я не особый фанат. Она еще, кстати, отпечатывается, потому что она невытостойкая, и она сильно удлиняет. И если у вас свои длинные ресницы, у меня свои длинные ресницы, то у меня всегда вот есть вот точечки вот здесь вот. Более приятная тушь. Купила ее повторно, когда-то покупала вообще много раз. Это тоже Белор Дизайн. Не тоже Белор Дизайн, это Белор Дизайн. Я вообще большой фанат туши именно от Белор Дизайн. Это их подиум экстрим. Здесь классная силиконовая кисточка, которая хорошо разделяет, которая не делает вам пару длинных ресниц. Она вам делает адекватные классные ресницы, поэтому достала вот сейчас ее. Знаете, такая ностальгия у меня по этой туши. Когда-то использовала просто несколько тюбиков, просто вот подряд настолько она мне нравилась. Недавно ее снова купила, показывала вам видео про повторные покупки белорусской косметики. И знаете что? Да, классная тушь. Губы. С губами все будет намного проще, потому что маски и так далее, поэтому все просто. Если мне нужно увлажнить губы и ходить с каким-то блеском, и чтобы это выглядело и увлажненно, и красиво, Белита Lip Color My Lip Balm. У меня первый оттенок Shiny Pink, но я обожаю, что я побегу в Белиту, куплю еще какой-нибудь оттенок, потому что очень мне нравится эта вещь. Она классная, ее можно бросить в сумочку, она тяжелая, выглядит хорошо. И не скажешь, что белорусский продукт классно блестит на губах, интересно выглядит. Многие мне спрашивают, что это такое. Поэтому мне очень понравилось, куплю еще пару оттенков. Мой любимый нюдовый карантаж, которым всегда подправляю любые макияжи, которые наношу всегда на губы, если хочу нюдовый какой-то красивый цвет. Иногда полностью заполняю губы, иногда такой более заметный контур и растушевываю. Это Luxe Visage Pin Up, 201 оттенок. У меня еще есть парочка оттенков, но мой любимый, это именно 201 оттенок. Любую его обожаю, но он стойкий. Поэтому обратите ваше внимание, если у вас это именно в качестве, этот карандаш именно в качестве контура, тогда выбирайте какую-то помаду, которая тоже будет очень стойкой, потому что если у вас помада быстренько съестся, то этот контур останется, будет это некрасиво выглядеть, и будете вы недовольны результатом. В качестве помады, которую почему-то сейчас достала, часто пользуюсь, буду пользоваться, это Белор Дизайн, их вот эти вот Satine Colors, Lip Cream Crayon, это вот такие вот помады, которые я не могу красить свои губы даже без зеркала. Она не слишком пигментированная, она мягкая, она приятная, она с небольшой растушкой, она в принципе, вся линейка вот этих вот помад, она в принципе имеет такие цвета, очень похожие на цвет своих губ, и если вы там где-то промахнетесь по контуру, ничего страшного, никто вам не напишет, не скажет, не напишет мне, что вы там не умеете красить губы, поэтому приятная вещь, и классная просто забросить косметичку, она не пересушивает, она умнится естественно, да, она не стойкая, поэтому это именно вещь, накрасили утром и забросили с собой в сумочку, чтобы подправить в течение дня. Новогодние макияжи, куда без них, куда без красных помад, для этих макияжей, поэтому мой любимейший оттенок, вот такие вот две красные матовые, помады моей любимицы из белорусского сегмента, это, во-первых, Pin Up, их оттенок 5, 5, очень классный красный цвет, настоящий красный, яркий, заметный, насыщенный, выбеливающий зубы, и также похвалю Belor Design, их Mat Couture, оттенок 55, тот же классный, базовый, классный, красный, без какого-то там намека, в непонятно что, настоящий красный, базовый цвет, хорошие карандаши красные, есть у Luxe Visage, если вам нужно, это вот линейки, которая у них без рода, без племени, такая, знаете, просто карандаши цветные, да, и с такими серенькими узорчиками, там классный, есть красный оттенок, вы не ошибетесь, я просто сейчас в своей толпе карандашей его так быстро вам не найду, и не подумала об этом до начала съемки видео, но в общем, я думаю, что вы найдете это и без моей помощи, если вам нужен хороший красный карандаш, чтобы сделать хороший, классный макияж губ при помощи вот этих помад и карандаша. Я также пользуюсь своими любимыми матовыми помадами, и она сегодня как раз-таки у меня на губах от Reluie, некая Paradiso, мне нравятся там как и блески, так и сатиновые помады, так и чисто матовые помады, у меня их много, я их люблю, обожаю самые стойкие, самые приятные матовые помады, поэтому обращайте на них внимание также. Вот такие фавориты белорусской косметики у меня будут этой зимой, в общем, я буду пользоваться этой зимой из белорусского сегмента, я думаю, что вы не забыли, что нужно подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и нажать колокольчик, чтобы не пропустить ни одно мое видео на канале, потому что очень много классных, интересных видео я подготовила для вас на ближайшее время, и совсем скоро будет вторая часть такого видео, где я расскажу не про белорусскую косметику, а про бюджетную косметику, про масс-маркет, что-то подороже, про корейский уход, то, чем я буду также дополнять свой уход, свою косметичку этой зимой. Спасибо, что были со мной, спасибо, что приходите на мой канал, комментируйте мои видео, спасибо за ваши теплые, добрые слова, я вас обнимаю, и давайте вместе сдавайте настроение для предстоящих праздников, поэтому обязательно оставайтесь со мной, спасибо за ваше внимание, всех вас люблю, всем пока!